Сегодня пятница и новый номер Одинцовской недели уже ждет на фирменных стойках. Что же вы узнаете, прочитав его? В центре нового выпуска развития социальной инфраструктуры микрорайона Одинцова-1. Совсем скоро здесь появится современная поликлиника. Глава муниципалитета заложил капсулу времени в основании будущего учреждения, а также проверил качество работ по возведению школ и детского сада. Подробнее о строительстве объектов вы узнаете на странице 8. Одной из главных тем еженедельного совещания губернатора стало поддержание чистоты и порядка в регионе. К примеру, с навалами мусора и с нарушителями помогает справиться искусственный интеллект. О его работе и других системах экологического мониторинга на странице 4. Новые возможности для развития бизнеса, очищения округа от стихийных мусорных свалок, а также спортивные площадки, доступные по губернаторской программе «Открытый стадион». Это и не только обсудили на очередной планерке главы округа. Давайте по порядку. В регионе заработал новый сервис «Открой бизнес» на первых и вторых этажах многоквартирных домов. Это позволит создать новые рабочие места и сделать товары и услуги доступнее. В Одинцовском округе с представителями недобросовестных СНТ провели беседы относительно легализации вывоза отходов. Несколько из объединений уже исключили из черного списка. Теперь о спортивных площадках. В областной программе «Открытый стадион» в нашем округе участвуют более 20 школ. Подробнее об этих темах читайте на страницах 6 и 7. В ходе рабочей поездки в Звенигород Андрей Иванов вручил благодарственное письмо коллективу Звенигородских инженерных сетей и обсудил со сторожилом Петром Логвиным благоустройство памятных мест города. А в деревне Акулова началась реставрация воинского мемориала. Подробнее об этом на странице 9. 8 августа врачи-офтальмологи принимали поздравления с профессиональным праздником. Для читателей мы публикуем интервью с окулистом Сергеем Бартиковым. Врач рассказал, как сохранить глазное здоровье и какие грозные заболевания зарождаются бессимптомно. Об этом на страницах 10 и 11. А на странице 12 история Алены Бабакиной, жительницы Звенигорода, которая из маленькой группы в соцсети, создала мощную общественную организацию. Анатолий и Светлана Трофимовой 5 августа в зале Одинцовского ЗАГСа принимали поздравления с 25-летием супружеской жизни. Кстати, отметить годовщину или юбилей свадьбы красивой церемонии могут все пары, прожившие в браке 5, 10, 15 и более лет. Как это сделать, считайте на странице 13. Мособлгаз продолжает проводить практические учения для аварийных служб. На этот раз сотрудники выявляли и ликвидировали утечки газа в многоквартирных домах. Как это было, читайте на странице 14. Август в России можно назвать месяцем авиации. 12 августа отмечаются дни военно-воздушных и воздушно-космических сил, а в третье воскресенье месяца день воздушного флота. Неделя рассказала о памятных мемориалах на территории управления Никольское. О них читайте на странице 15. Маленькие экзоты, гости из жарких стран – сурикаты. Не только живут в Кубинке, лесном городке и Барвихе, но и имеют свой клуб. Оказывается, этот милый, подвижный, игривый и даже болтливый зверек может стать лучшим другом для всей семьи. Мы узнали, как живут сурикаты в домашних условиях. Читайте об этом на странице 16. О происшествиях на странице 18. В округе продолжается пляжный сезон и, увы, продолжают гибнуть отдыхающие у воды. Трагический случай произошел недалеко от Звенигорода – утонул маленький мальчик. Спасатели напоминают, отдыхая у воды, внимательно следить за происходящим. На этом все. Читайте каждый номер газеты и ищите его на фирменных стойках.